Что парадоксально меня поразило, приятно поразило, что вот этот парадокс, что Баля Силам, учёный, бесстрастный учёный, который следует природу человека, природу вещей, относится также бесстрастно и к себе, и к человечеству, наблюдает за процессом, описывает его. И тут, параллельно с этим, в конце его жизни появляется потрясающе страстный труд, как будто он тянется просто к людям и пытается с ними рука об руку пройти некий процесс, процесс размышления, для чего мы живём, почему всё так. Вот несколько слов. Что это за личность такая? С одной стороны, бесстрастный учёный, а с другой стороны, страсть к людям, казалось бы, кому? К человечеству, к каким-то букашкам. Такая любовь. Дело в том, что я бы не назвал каббалистов бесстрастным учёным, ни в коем случае, никогда. То, что они выражаются сухим языком, да, язык у них очень сухой. Это физико-математический такой язык, язык механический, как в механике, как в каких-то механизмах. Язык, как похоже отчасти ещё и на язык программирования. Это действительно так. Но что под этим языком идёт? Чувства. Чувства. Поэтому каббалист, хотя он и рассказывает это, поднимаются какие-то речи мод, входит в какое-то состояние, происходит какое-то взаимодействие с высшим уровнем, оттуда нисходит сила на более низший уровень, отталкивает его, проявляет его, раскрывает его, передвигает и так далее. То есть, в принципе, какие-то механические действия, но за всеми этими действиями стоит его сердце, то есть его желания, его чувства, которые всё это на себе ощущают. Каббалист, он не физик и не химик, который смотрит на колбочку или на какой-то там аппарат, который он создал, и фиксирует какие-то процессы, физические или химические. То есть, происходящие или в неживой материи, но или в живой, животной, растительной, как там биологи, зоологи и так далее. Но в основном это в неживой материи. Каббалист – это человек, который исследует процессы, происходящие не в живом организме, допустим, в моём животном. Это дело зоолога, ветеринара, допустим, ну, врача. А каббалист – он исследователь, который исследует внутренние свойства, внутренние процессы, которые происходят в наших желаниях, и в наших мыслях, и взаимосвязи, и взаимодействия, и взаимовлияния мысли на желания и желания на мысли. Потому что мы называем сердцем желания и разумом наши мысли. Так вот, взаимодействие между ними – это исследует каббалист. Причём, он исследует это не просто, как мы исследуем это в рамках нашего мира, что мы видим какие-то результаты, пытаемся на них как-то воздействовать, видим ещё результаты, ещё воздействуют. Каббалист, он исследует это на себе. Он включает в себя, как бы, он сам себе лабораторию. А зачем? Вот цель его изучения. А зачем? А потому что иначе он исследовать не может. А что движет им? Вот, движет им познание мира. Через себя я познаю мир. Это первое, это не аксиома. Это аксиома, может быть, для человека нашего мира. Но для каббалиста это тоже поле открытия. Что он начинает понимать, сразу же изначально он начинает понимать, что мир, который он наблюдает, он наблюдает в себе. Что делает каббалист? Он поднимается с помощью методики каббала, он поднимается на тот уровень, где происходит взаимодействие этих сил, и происходит рождение наших новых желаний, чувств, мыслей и так далее, то есть внутреннего мира человека. И там, когда он находится на этом уровне, он может влиять. И поэтому он начинает исследовать, какими воздействиями на себя он может вызывать те или иные реакции свои собственные. А почему это реакции именно такие? А у других они тоже могут быть такие же, при том же воздействии, или они другие? Чем отличаются люди друг от друга? А чем они даже если отличаются, так это не важно, каждый индивидуально, но куда при этом они могут устремляться? Теперь воздействия. Какие воздействия оказывает на нас природа? К чему она нас ведет? Почему она именно таким образом управляет? А если мы изменимся каким-то образом, допустим, что мы можем себе это позволить, можем на себя воздействовать, то как мы при этом будем воспринимать воздействие природы? Она вообще меняется, или она все время воздействует на нас одинаково, а мы можем меняться и воспринимать ее воздействие по-разному? То есть каббалист входит в такую лабораторию, где он является, сам он является объектом исследования.